Мы сейчас находимся на трассе между Бердом и двигаемся в сторону Эдживана. Нас тут остановила полиция. Вот эта полицейская машина. Видите, вот номер 2260. Они говорят, что у машины нет техосмотра. Честно говоря, я не в курсе, есть он или нет. Они мне сказали так, что у нас нет техосмотра, так решать будем. Я говорю, как решать будем? Решайте, как нужно по закону, так и решайте. Так мы решать точно не будем. Мне говорят, что у меня хотят права забрать, так я им объясняю, что что у меня забрать права, как я буду ехать без прав. Говорю, пусть дайте мне бумагу, чтобы я имел право ездить без прав. Вот номер машины, смотрите, 141 CO61 2260. Вот полицейский у меня за спиной стоит. Ну, посмотрим, что будет дальше. Ну, в общем, подводя итоги вот этой странной ситуации, я, честно говоря, так и не понял, что произошло. Потому что в начале они сказали, покажи права, покажи документы, иначе я им показываю, они смотрят, говорят, у вас техосмотра нет. Ну, машина не моя машина, друга. Насколько я знаю, там техосмотр есть, друг мне говорил. Вот. Меня удивило другое. Ну, во-первых, то, что он как-то странно так сказал, что у вас техосмотра нет, типа, как решать будем. Я не совсем понял, намекал, типа, денег, что ли, дать, или просто проблемы с языком, может быть. Ну, второй момент, он потом, когда мы отошли к машине, ну, к их машине, к полицейской, он берет мои права, говорит, я у вас права саму, в пластиковую карту права, говорит, я у вас забираю, пока штраф не оплатите. Вот это все слышали, да, и оператор, который снимает, вот кивает, тоже слышал. Я ему говорю, ну, зачем у меня забирать пластиковые права из-за того, что, допустим, допустим, у машины нет техосмотра, то есть я что, сейчас без прав, что ли, буду ездить, пока я не сделал техосмотр, а потом, как их вернуть назад, я к вам в БЕР должен ехать за правами, говорю, вы можете выписать штраф, вы можете выполнить протокол, но вы не можете у меня забирать карточку права из-за того, что там нет техосмотра, к тому же на чужой машине. А потом, значит, полицейским кто-то позвонил, и они так, да-да-да, и мне сразу говорят, все, поезжайте, поезжайте, я говорю, напишите протокол, если вы считаете, что я неправ, напишите протокол, что за проблема. Ну, мне кажется, просто сообщили, что с тобой не надо связываться, и все. Ну, хорошо, а в чем, собственно, была проблема? То есть, с твоей точки зрения, это выглядело, что они денег хотели? Может быть, у него языковой барьер действительно отсутствовал, поэтому он неправильно это, может быть, преподнес, но дальше, почему тогда, если он хотел, как бы, заполнить это, он заполнил бы и все, все дела. Ты заплатил бы, либо здесь, либо там... А забирать у меня права и уезжать с моими правами. А потом еще в конце, типа, вот, держи подарок. Ну, как-то очень странно, не знаю. Как-то странно все это выглядело. Я не знаю, то есть, если я был бы простым армянином местным, то есть, то есть, что, мне говорят, как будем решать, я вкладываю, скажем, 10 тысяч драм в права и даю ему, что ли, так вот решают вам. Я не знаю, ребят. То есть, вот как раз обращаюсь, так сказать, к подписчикам, к слушателям, к читателям, к зрителям, вот ваше мнение, как вы можете, в общем, объяснить вот эту ситуацию. А мы поехали в Ереван. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok